Итак, дорогие наши мужчины, на создании шедевра, который будет представлен на ваш суд, нас вдохновила бессмертная оперетта Кальмана, впервые поставленная в Вене в 1930 году. По мнению большинства специалистов, бурткая оперетта является вершиной творчества Кальмана. Но композитор не был удовлетворен работой своих бессменных соавторов, либретистов Брамера и Гринбольда, и в дальнейшем они не сотрудничали. Поэтому спустя почти 60 лет после смерти выдающегося мастера, мы попробовали переписать неудачное либретто согласно его желанию. Итак, милостивые государи, вашему подчиненнейшему вниманию представляется актуальная реинкарнация романа господина Анри Мюрже «Сцены жизни парижской погемы» и известные опереты господина Емра Кальмана «Фиалки на выбор» и «Лебесна Парижа». Действующие лица и исполнители. Куркуль – художник-обструкционист. Борзель – композитор-оптюмист. «Замри» – поэт-долдонист. Генерал Деупырьяк – министр пустяшных искусств. Бульдемар Пютен – полковник в отставке, кандидат на пост директора театра Бандербиль. Гризетта – жена художника-куркуля, к концу действия Примадонна театра Бандербиль. «Фиолетта» – уличная певица по прозвищу «Фиалка Манмарфтра». «Верзелетта» – мастер спорта по подводному плаванию по прозвищу «Фиалка в скафандре». «Серветта» – секретарь министра, в прошлом супермодель, к концу действия приобретает прозвище «Фиалка с мигалкой». «Деветта» – жрица любви, по прозвищу «Фиалка глазами стрелялка». «Беретта» – сержант полиции, по прозвищу «Фиалка с берданкой». «Верзелетта» – служительница дворца бракосочетаний по прозвищу «Фиалка старой закалкой». «Место действия» – Париж. «Часть первая» – картина первая. «Мансарда на Манмарфре». «На заднем плане окно с роскошным видом на залитый солнцем Париж». «Сцена первая». «Карамболина, карамболета, ты как звезда любви в Париж». «Карамболина, карамболета, твоих объятий жаждетесь в Париж». «Карамболина, как скрипка твоя». «Хватит, довольна. Дайте работать. Эти уличные музыканты задрали уже». «Лучше уличная певичка, чем этот зомбоящик. Показывают всякую мерзость, слушают наши девушки, потом жениться неноком. Вот дожили». «Как-то неноком. Я поженат». «Да знаем, как он женился. Он бы до сих пор в полстяках ходил, если бы его грезетка ему на хвост не села. Да только просчиталась она. Напала на настоящего куркуля». «А я вот, как только мы закончим нашу оперету, так сразу сженюсь». «Я думала, ты у нас пропащий опиомист, а ты, оказывается, оптимист. Напишите вы эту оперету. Как же? Уже год мусорите. И что? А твои музыки уши в трубочку сворачиваются. От него стихов одна только польза. Драканы докнут. А ты ни одной декорации так и не сделал. Целыми днями сидишь, политиков ругаешь. А теперь повадился еще на всякие митинги таскаться. «Я не могу творить в такой нервной обстановке, когда кругом жулики и воры. С этим надо покончить. Разве навсегда?» «Да покончите вы уже, наконец, ваши опереты, чтобы вам хоть что-то уже заплатили. А то завтракаем мы почетным дням, а обедаем почетным месяцам. Ну вот что, господа бессмертные, мне это надоело. Я, в отличие от вас, смертная. Когда я отдащаю настолько, что с меня спадет последняя юбка... Подругу. Ой. Когда с тебя спадет последняя юбка, мы ее продадим. И сразу же пропутим. Еще чего. Мы потратим деньги на аппетитационные листовки против диктатуры, жуликов и воров. Что это там? Бог мой, кого это поджигает тот пожилой господин в синюю галстук? Кого бы он мне поджигал, я ухожу. Я была верна тебе целую вечность. Ну, небольшое перерывание. А теперь хватит. Довольно. Мне надоело. Дай мне одежду. Одежду? Не давай! Как ты жестоко, Гризетто. Пускай так идет. Господин в синюю галстуки, в знак вечной любви, с небольшими перерывами. Гризетто просит вас принять самое дорогое, что у нее есть. Ловите. Надеюсь, ты не уйдешь к нему в одних чулках. Ты с ума сошел? Это же генерал Дюк Пырьян, министр искусств. Немедленно спускайтесь вниз и принесите мне одежду. Генерал, да будет вам известно, обещал сделать мне Примадонной театр Бандервилд. Бандервилд. Мне хватает Бандервилля в стране. Будешь сидеть за ширмой, пока не состаришься. А чтобы не скучать, вот тебе фарижская культурная хроника за прошлый год. Будет о чем-то беседовать со своим усатым министром. Да от тебя только старых газет дождешься, куркур несчастная. Успокойся, Гризетто. Он прав. Почитай газетки. Вот мерзав. Канавия. Гризетто. 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 Куркур, ты огорчен? Я? Да не скот. О, вот оно. Как прекрасен ясным утром солнечный Париж, только солнце чуть коснется спящих крыш. В это время тихо дремлет старый Ностердам и расходится богема по домам. Над Парижем небо синева, песня слышится едва. Пусть с разветом умолкает яркий шумный карнавал, но каждый вечер мы опять спешим на бал. Эй, по-другому вечер мы опять спешим на бал.